Привет, спортсмены! В этом выпуске выходного дня вместе с Серёг Калиной разбираемся, что такое сцепление, как оно правильно работает, что такое реклюз, что такое 9, 9,5, 10 мм машинки, как правильно все это настроить, весь этот процесс работы, как часто менять масло, короче, огромное количество вопросов, которые мы сейчас хотим с вами поделиться, что касается сцепления. Выпуск был снят импровизированно быстро, поэтому есть некоторые сложности по звуку, но я думаю, что вы потерпите, потому что это выход, выпуск выходного дня, и в любом случае вы должны получить удовольствие. Ну а вы на канале Всеванзура, спасибо большое, что смотрите. Итак, сцепление мы постарались ответить абсолютно на все вопросы и поделиться с вами опытом. Всех вас обнял, погнали! Значит, сцепление, как оно устроено? Покажи парням, вот прям. Давайте смотреть, есть у нас наружная корзина, в данный момент она у нас заблокирована, потому что у нас включена, нет, потому что у нас толкается поршень. И есть внутренняя часть корзины, она связана с первичным валом коробки передач, и нам нужно передавать момент от этой части к вот этой части внутренней, тогда у нас мотоцикл поедет. Так, и с помощью чего это делается? И это делается при помощи фрикционных дисков плюс дисков стальных. Вот такой вот пакет собирается из фрикциона вместе с стальным диском. И чем больше у нас дисков, тем больше у нас площадь трения образуется. Секундочку. Ну, я сразу хочу тебе отметить, что понятно, что ты такой, ребят, это же просто банальные вещи, вы чё, ну как бы, всем и так всё ясно, что как работает сцепление. Ну, это мы для тех, кто, собственно, совсем в танке и боится всё это сцепление, и как оно. Давайте теперь про типы сцепления. Какие типы сцепления сейчас существуют вообще на рынке? Вот, собственно, у нас с тобой есть сцепление, это корзина от КТМ, да, фактически? Ну, принцип работы, как у КТМ, используются диски КТМовские и пружина КТМовская. Что такое пружина, вот расскажи. Пружина, вот тут вот у нас есть пружинка, сейчас её достанем. Вот это вот тарельчатая пружина для мотоциклов КТМ, собственно, это оригинальная запчасть. А я не покажу, она очень такая упругая, её не смять. Она находится вот здесь. Мы её затягиваем вот к этим винтам, и она у нас прижимает между собой фрикцион и стальной диск. То есть у нас идёт пружиной их сжатие между собой. И есть у нас выжимной шток, он находится посередине. Когда мы нажимаем на ручку сцепления, этот шток толкает среднюю часть у сцепления, у корзины. И наши диски размыкаются, и тем самым пропадает трение между стальными и фрикционными дисками. И мы получаем размыкание нашего коленвала и первичного вала у коробки. Хорошо. У китайцев, значит, сцепление не такое ловкое, как сцепление КТМ. Почему и вообще что с этим делать? Каналу «Все в эндуро» 4 года, и мы приглашаем тебя на свой день рождения. 23, 24, 25, 26 ноября. Приезжай с друзьями, и мы своих приведём. Дорогие друзья, мы с днём рождения, с днём рождения компании «Все в эндуро». В наших друзьях это Александр Владимирович Лужин, Олег Бибиков, конечно же, Миша Гаврилов, Артём Кунцевич, Шашнев со своей палкой с Крымской. Поэтому все будут там очень много интересных людей. А ещё будут рок-команды, ещё будут вечеринки, ещё будут не вошедшие треки со 100% эндуро. И ещё будет много групп. Это «Адвенчер», «Серебро», «Золото», «Бронза» для того, чтобы вы точно получили удовольствие, а не мучились или страдали. Будет огромное количество тренировок, будут вечеринки, будут тусовки. Мы ждём тебя, а ещё будут скидки. Вот здесь вот обязательно подписывайся, открывай и смотри телефон Павлухи. Павлуха, тебе сейчас прям организует скидочку, не стесняйся. 13 тысяч рублей, бля, с куста тебе даст. Поэтому давай, приезжай к нам на днём рождения, подарочек привези. А чё, вареницы из какого-то региона или ещё чё-то? Подумаешь, а чё? Мы вот туда вот прям сзади поставим. Спасибо большое, что смотришь канал, приезжай на днюху, мы тебя ждём. Давай, приезжай, записывайся в мою группу, передам тебе весь свой огромнейший опыт с мировых гонок. Погоняем, потусуемся, отдохнём и научимся много новому. Непосредственно в моей группе человек, который будет самый перспективный, получит подарок футболку новой стороной 20-23 и приглашение на гонку. Да можно сделать там какой-то тюнинг, но вся проблема в том, что количество дисков просто меньше у китайцев. Там у Китая, допустим, если взять 177-й мотор, 6 фрикционов и получается 5 стальных дисков с пользователем. Если я ошибаюсь, то на один диск только, если. Может быть, там 7 фрикционов, ну вроде 6. 6 фрикционов и 5 стальных дисков. Качество везде примерно одинаковое, просто у них конструктив другой. А как сделать так, чтобы на китайском мотоцикле сцепление жило подольше? Ставятся какие-то хондовские диски? Расскажи про это. Используются хондовские диски, они на 1 мм больше в диаметре. Это нам, я думаю, практически ничего не даст, по сути. То есть увеличение диаметра на 1 мм, ну это изменение в 1-2%. Не так уж это много. Самое главное, что качество у них, наверное, повыше, чем у дисков именно заводских и китайских. Но вот есть фирма Otom делает диски достаточно хорошего качества. И если я что-то вижу на Алиэкспрессе фирмы, там, Nice CNC либо Otom, то это, в принципе, должно быть хорошего качества запчасти. Короче, нужно просто покупать более качественные запчасти, китайские, фирмы Otom. И тогда у тебя жизнь подналадится. Возможно, но это не точно. Как китайские сцепления можно подтюнить? Подкинуть диски? Нужно увеличивать толщину пакета. Для этого используются утолщенные стальные диски. Их можете, там, купить у многих продавцов китайских запчастей. Если использовать эти диски, то у вас толщина пакета увеличивается. Диск стальной толще, и он дольше переваривает тепловые нагрузки, и его не ведет. А так, больше масла заливают именно в китайские мотоциклы, и сцеплению легче. Но там ребята умеют пользоваться сцеплением. Умеют. Давай тогда такой вопрос. Значит, существуют ли какие-то пакеты сцеплений? Вот, например, мы видим, что реклюз такое есть. Ведь сцепление не какой-то там помощник в сцеплении, а именно диски, реклюз. Великие гонщики на них ездят, такие как Грэм Джарвис, там, прочее. Вот расскажи про эти диски, и что это такое. Сейчас я тебя переключу на другую камеру. Так. Мне удавалось видеть эти диски. Корзину Hinson я видел в КТМе. Ну, ребята, которые занимаются тюнингом сцепления, что могу сказать. Я, в принципе, не увидел каких-то кардинальных отличий от стокового сцепления. Думаю, все-таки это просто маркетинг, и не больше. А вот, например, крышку расширенную ставят для большего количества масла. Это как-то вообще спасает, помогает? Я думаю, то, что увеличенная крышка дает вам просто моральное ощущение, что, да, мы залили больше масла в коробку, и нашему сцеплению там стало лучше. Долейте просто литр туда, у вас через сапун все выкинется, это как коробка передач. Ничего не произойдет с ней. То есть больше масла, легче будет остужаться сцеплению. И никаких проблем не будет. Ну, вот на шерке, я знаю, ребята льют по 850 грамм. Если залить уже 900, то очень обильно с сапуна выкидывает масло. А еще есть такой миф, что если ты пробьешь сцепление, крышку сцепления, то, в принципе, ничего страшного, ты можешь продолжать гонку. Вот, например, Данил Черняев так и доехал, по-моему. Ну, он молодец. Мое мнение, если мотоцикл работает, и на нем можно двигаться, можно продолжать любую гонку, и нужно продолжать любую гонку. Потому что, если техника живет и может двигаться, то ты его не толкаешь, и как бы можешь ехать дальше без проблем. Там пробитое колесо, пробитая крышка, там, не знаю, дырка в резонаторе, там, отсутствие антифриза. Все это не помеха, можно продолжать гонку. Все будет зависеть от количества занесенных денег потом в сервис. Мы пробили крышку, мы без проблем продолжаем движение. Единственный минус, у нас не будет охлаждаться сцепление, лучше им пользоваться минимально. Ну, как пользуются? Трогаться мы без проблем можем. Травить тоже можно, но недолго. Мы, в принципе, услышим, я думаю, сразу же сцепление, когда оно перегреется. А когда у нас перегреется сцепление, допустим, если взять КТМ, сразу тепло передастся на сальник, ну, на коленвал. И у нас быстро высохнет, умрет резинка на сальнике коленвала и начнет пропускать воздух в коленвал туда. И это уже плохо для мотора. В итоге-то, если мы потеряли критическое количество масла, мы можем продолжать? Конечно, можем. Да, если... А, вот учесть, если это четверхтактный мотоцикл, то все, мы сразу мотоцикл останавливаем, выключаем и идем домой, толкаем мотоцикл. Запускать его нельзя без масла, потому что это четверхтактный мотор и масло там играет ключевую роль. Но не как в двухтактном мотоцикле. Значит, расскажи, пожалуйста, про сцепление Шерки вообще. Почему с ним такие сложности и почему мы вообще его переделываем? Для чего? Ну, мотоцикл этот все-таки сделан для скоростных гонок, не для хард-эндуро. Потому что это сцепление может работать без проблем. Стандартное. Стандартное. Оно работает, никаких с ним проблем нету до тех пор, пока мы не требуем от него идти в натяг, в подъем куда-то долго. Либо там грязевая какая-нибудь гонка, и мы большую нагрузку на него даем. Оно быстро греется, потому что оно алюминиевое. Везде стеночки тоненькие, то есть такое облегченное сцепление, но не для харда, а вот как раз для быстрых гонок. Что-то делать, какие-то триальные упражнения, потому что это сцепление, оно очень резко схватывает. Как раз вот какой-то рывок дать, куда-то запрыгнуть без проблем на стоковом сцеплении делается. Но вот когда мы начинаем тошнить, идти в натяг, ловить зацеп, это сцепление говорит до свидания. Оно начинает работать вкл-выкл, когда перегревается. То есть не получается ловить какой-то момент зацепа. И самое страшное у него, что может произойти, это лопнуть диск фрикционный. Фрикционный, потому что он сделан на алюминиевой основе. Вот это, допустим, диск КТМа. У него основа, куда приклеен фрикцион, она стальная. То есть стальной диск, он не лопается. То есть я еще не видел ни одного случая, чтобы он лопнул. А вот как раз диск, если взять родной от Шерки, он на алюминиевой основе. И этот диск может в корзине просто лопнуть. Это очень частое явление после каких-то тяжелых соревнований. То есть у меня такое было, у многих владельцев Шерки. То есть это как бы ненормально, но это встречается. Сколько вообще сцепления по регламенту должно жить? Вот есть ребята, которые быстро выносят сцепление. А есть ребята, у которых сцепление ездит по 300 часов. Ну, что я могу сказать ребятам, у которых сцепление ездит по 300 часов. Вы профессионалы, вы очень хорошо бережете свое сцепление. Что, ну, как бы молодцы, тут нечем гордиться. Вы просто его не используете настолько, насколько это делают люди, у которых оно быстро умирает. Потому что есть такие ситуации, когда нам нужно взять максимум не от мотора, от сцепления. Допустим, идешь какой-нибудь подъем, там, третья передача, высокие обороты. И чувствуешь то, что мотор там начинает тухнуть, но тебе еще ехать очень высоко. Ты в этот момент начинаешь травить очень агрессивно сцеплением. И оно загорает прям моментально. А некоторые люди тронулись, открыли газ. Просто на открытом газу заезжают, куда могут заехать в конце. Исполняют курву. У таких ребят сцепление окончается очень медленно. Скажи, пожалуйста, вот есть какие-то сложности и проблемы со сцеплением в TBI? Слыхал об этом? Я еще не слышал, я не видел проблему со сцеплением в TBI, потому что ничего там не поменялось с TBI. Такая же корзина, те же самые диски, те же пружины. Я думаю, там с сцеплением не должна быть проблема. Очень многие пацаны расстраиваются, если вдруг у них сцепление умирает. Сцепление это, когда быстро умирает, это дефект, это мотоцикл или это расходный материал, которому надо принимать и как бы жить. Ну окей, как колодка. Что я могу сказать? Допустим, сцепление шерка это полностью расходник. Наружная часть алюминиевая, по которой трется фрикцион первый. Внутренняя часть корзины, то есть вот эта вот деталь, она тоже расходник у шерка считается, потому что по ней тоже фрикцион трется. Как бы вот этот вот блок, который вставляется в середину, он целиком просто считается расходником. И его замена там раз в 100-150 часов, я думаю, это просто норма. Эй, где обслужить подвеску, чтобы она у тебя потом работала? Чтобы тебе не обманули с ценой. Чтобы все сделали по регламенту. Чтобы потом еще и поднастроили. Конечно же, только у одного человека, за которого я могу изучаться лично. Это мой друг Дима в IP. Человек, который много лет зарабатывал свой авторитет. Человек, который настраивает с нашим топом подвески, обслуживает и занимается тюнингом. Человек, который всегда на связи. Человек, который никогда никому не обманул. Ну, а главное, человек, который всегда всем помогает. Дима в IP. Ты можешь отправить ему подвеску прямо сейчас, через ДЭК. Ты можешь ему позвонить. Ты можешь с ним пообщаться. Он вообще абсолютно адекватный чувак. И я его просто обожаю. Поэтому пользуйся контактом. Дима в IP. Центр. Москва. Телефон внизу. Обязательно подписывайся. Звони ему. Пиши ему. Он всегда любит поговорить про подвески. Прям точно. А у вас, если остались вопросы, мой телефон указан под этим видео. Обращайтесь за консультациями и за помощью. Существует такое сцепление, как реклюз. Расскажи про него. Чем оно отличается? И что это за сцепление? Реклюз автоматический. Это такая вещь, которая, наверное, не нужна в мире эндуро. Она нужна, может быть, кроссменам. Если я ошибаюсь, там, застрите чат. То, что это неправильно. Но мое мнение и минус какой у реклюза, то, что он откатывается назад. Если вы заглушили мотор, стоите на подъеме, у вас мотоцикл просто покатится вниз, как на нейтралке, хотя вы стоите на передаче. И это неизбежно, потому что автоматическая система реклюза работает только, когда у вас мотоцикл завезен. Вы поднимаете чуть обороты. От центробежной силы у вас расширяется один диск, который специальный автоматический как раз. И у вас мотоцикл тогда имеет сцепление. Ну, не мотоцикл, а заднее колесо с мотором. Скажите, на практике, если взять диск, как это выглядит? Как это выглядит? У реклюза стоит такой же пакет сцепления, но один из дисков пара, она идет другая, автоматическая. Там стоят два диска, корпус у них, внутри находятся пружинки и грузики. И они в спокойном состоянии, друг друга прижаты, и у нас идет, ну, не прижимаются диски друг к другу. И когда набираются обороты, эти грузики расходятся, и диски идут, как бы разжимаются. И тем самым у вас диски стальные с фрикционами сжимаются друг к другу, и идет сцепление. То есть получается так, что сцепление как таковое не нужно уже? Вот сама ручка сцепления. Да, да. То есть она нужна, получается, для какой-то работы, для переключения, может быть. Но можно на этих фотоциклах трогаться, если она настроена хорошо, можно просто открыть газ, и он у вас... А она настраивается, да? Можно настраивать, да, вот этот вот блок автоматический, он подается настройкам. Хорошо. Как часто надо менять масло в сцеплении, в корзине сцепления? Вообще это на что-то влияет? Потому что это прям микс. Я думаю, опытные гонщики просто чувствуют, когда им нужно поменять масло. Первые... На тот момент рекомендации твои, как инженера. Да меняйте как можно чаще. Вам мотоцикл скажет спасибо. Но лично я сам меняю его крайне редко, только когда я чувствую, что у меня сцепление ведет на холодную. То есть это первый самый сигнал для меня, что нужно заменить масло. То есть я подхожу утром к мотоциклу, включаю первую передачу, нажимаю кнопку стартера, и у меня мотоцикл поехал на стартере. И все, и для меня это сигнал, что выжатое сцепление и первая передача, мотоцикл поехал. Ну так это КТМ вообще так делает? Новый мотоцикл так не делает. Ну новый, да. И мотоцикл с нормальными дисками и со свежим маслом тоже так не делает. Ты за кадром говорил о том, что ты промеряешь диски перед каждой гонкой. Что это значит? Расскажи про это. Это особенность сцепления именно КТМовского на тарелчатой пружине, что нам нужно всегда перед какой-то важной гонкой, перед важным выездом добиваться того, чтобы у нас регулировочная шайба была на третьем положении, то есть на самом высоком. Что за регулировочная шайба? Шайба. У нас вот она на моем комплекте для шерки выглядит вот так. Имеется два положения. То есть мы можем поставить либо так, либо повыше вот так. То есть нам нужно ставить на самое высокое положение. То есть вот здесь найти самый большой выступ и на него ставить. И в этот момент, когда мы ставим на третье положение, наша тарелчатая вот эта пружина должна стать ровной в горизонте. Мы берем какое-то ровное провило, так сказать, там, не знаю, штангель-циркуль, либо от тюблиса можно взять такую направляйку для монтажа, она у многих есть. И смотрим, чтобы пружина была ровная в горизонте. Она может быть завалена внутрь, то есть средняя часть выше, края ниже. Это, в принципе, тоже нормально, но у нас тогда на рычаге будет тяжеловато. Нужно добиться того, чтобы было все ровно в горизонте, и тогда у вас будет очень мягкое сцепление, и ваш пальчик не устанет. Я делаю это перед каждой ответственной гонкой, то есть не каждый раз. Там, не знаю, раз в 20-30 часов примерно у меня есть гонка в этот промежуток. И я снимаю крышку, смотрю состояние этой пружины. Если она у меня в горизонте, я оставляю. Если, допустим, у нас края ушли вниз у пружины, я заменяю один из дисков стальных. У меня есть диски 1,5 мм толщиной, то есть стоковый стальной диск, он 1,4 мм. И есть первый и последний диск, они миллиметровые. Там чуть больше миллиметра, в общем, назовем их миллиметровыми. У меня изнашивается фрикцион. Я меняю один сначала диск стальной, миллиметровый, на 1,4 стоковый, который в середине у нас находится. Потом второй. И когда у меня все диски уже толстые, но не хватает прижима на третьем положении, я уже просто начинаю один из дисков стальных менять на более толстый, на 1,5 мм. Тем самым у меня толщина пакета всегда находится в максимальных показаниях. Почему я их ставлю в максимальное показание, в третье? Потому что у сцепления к тем есть такая особенность, если у нас пакет сотрется на 2 мм от третьего положения, то оно просто выключится. То есть уже нет места, куда диском прижиматься друг к другу. И просто сцепление отключается, как у меня случилось в Геленджике. И я так понимаю, у многих такая проблема произошла. Просто толщины пакета не хватает для того, чтобы сжиматься и иметь трение между собой. И поэтому я всегда ставлю в третье положение. Если вы поставите, допустим, в первое положение, и у вас будет пружина ровная, все отлично, вы поедете, и у вас кончится сцепление намного раньше, потому что у вас будет только 1 мм для того, чтобы иметь сцепление у дисков. Брейктек. Сейчас Husqvarna, GasGas. Что там у них? У меня была Husqvarna с тормозами Брейктек. Это худшие тормоза, что я видел. Если мы говорим про тормоз, есть лайфхак такой, как подкладка колодки, ну, металлической части от колодки, и якобы тормоз становится лучше. Но это все решение временное до тех пор, пока у вас не сотрется колодка до определенного размера, и у вас снова тормоза станут ватными. В общем, это не решение, а просто обман физики. Так вот происходит. А вот что касается этого самого сцепления? Сцепление Брейктек, оно 9,5 мм. Это золотая середина между брэмбовскими машинками на 9 мм и на 10 мм. То есть 9,5 мм – это оптимальное сцепление, работает отлично, мягкое, то есть чувствуется все хорошо, к Брейктеку по сцеплению вообще нет никаких нареканий, так как и у Магуры. То есть Магуры тоже 9,5 мм, то есть это отличные машинки для сцепления. Это вот круто. Но тормоза, Брейктек – это ужас. Хорошо, давай посмотрим на машинку. Вот смотри. Значит, очень многие пацаны гонятся за тем, чтобы вот здесь вот был очень легкий выжим. Вообще, понятие легкий выжим – сцепление, от чего он зависит и что это такое? Как это работает? Как его достичь? Ну как, нужно вот здесь вот мазать смазкой, тогда у вас будет трение минимальное на вот этом узле и сцепление будет на какой-то процентик легче. Нет, ты нам яйца не выкручиваешь, Серега, мы это все знаем. Значит, расскажи нам про 9,5 мм. А, ну это просто физика. У вас внизу находит цилиндр диаметром, могу ошибаться, вроде бы там 20, наверное, с чем-то миллиметров. Давайте назовем его 25 мм диаметр нижнего поршня. И наверху у нас маленький поршень имеется. И поэтому у нас как бы рычаг для людей. Как же объяснить попроще? Нет, давай проще. Давай проще. Давай проще. Потому что это все твои инженерные. Да, да, да. А нам давай скажи так. Вот что такое 10 мм, 9,5 и 9. Потому что за девяткой все гоняются машинкой. И, короче, давайте так, парни, я быстро объясню. Значит, 10 мм хрен прожмешь, 9,5 самый ништяк, 9 мм мы имеем в виду саму вот эту вот всю штуковину. Это очень легкий выжим. Девятка самая мягкая. Девятка это кросс с кроссом, насколько я знаю. И еще у нее очень маленькая модуляция. Ну, вам нужно пальцем много двигать, чтобы у вас всю амплитуду сцепления как бы отработать. То есть у вас верхняя точка, когда сцепление у нас разжимается. И точка, когда у нас сцепление предстоит вести, вы больше пальцем двигаете. То есть у вас выигрыш в силе есть, но вам нужно больше пальцем двигать. На 9 мм. А на 10 у вас меньше ход пальца идет, но вам тяжелее. Огромные скидки, подарки только в черную пятницу в Формуле X. Там более 70 мотомагазинов, там более 70% скидки только два дня. С 24 по 26 ноября, поэтому поторопись, мой друг. Если ты думал купить себе запчасти, экипировочку и мотоциклы, то там то самое время. Скидки доходят до 70% в некоторых магазинах, поэтому придется побегать, поискать. И приезжай 24, потому что 26 уже навряд ли что-то там останется. Поторопись, дорогой мой друг. Формула X это огромный торговый центр на юге Москвы. Ну в общем, ты и так все прекрасно знаешь. Главное приезжай и забирай. Вот можно, например, сделать тюнинг на мотоцикл КТМ. Вот что можно сделать? У КТМа есть маленькая-маленькая проблемка. Это самая верхняя часть сцепления. Сейчас я покажу вам, как она выглядит сейчас на шерке. Это вот эта вот деталь. У КТМа бывает от перегрева ее гнет. То есть у вас шток давит на середину, пружина давит на внешний диаметр. И вот эта вот часть выгибается наружу, когда она горячая. Сюда шток давит. И вот эта вот деталь гнет. Она есть у Хинсона, как тюнинг. Ее можно купить. То есть она пожестче. В принципе, все. Больше никаких проблем у сцепления КТМ я не вижу. Многие делают стальные диски, в том числе и ты. Отчего стандартные стальные диски плохие? Они имеют небольшую долю брака. И есть такой момент, если их перегреешь, их гнет, и они становятся как как раз вот эта пружина. То есть она неровная. Она имеет форму домика. И вот такую форму у вас примет стальной диск. И сцепление будет вести. Вы его выжимаете, а мотоцикл продолжает двигаться. И вот таким вот страдает очень сильно КТМ их диски. Потому что они у них изначально с завода они каленые. Я их проверял. Действительно, диски как бы шлифованные, каленые. Они нагреваются, меняют форму. И все, у вас мотоцикл начинает вести. И это происходит очень быстро. То есть мотоциклы с кривыми дисками. Я видел, не знаю, там один заезд в Турции у нескольких гонщиков. Все, у них кривые диски. Мы их меняли. И они ехали дальше. Просто диски гнутся и все. Твои не гнутся. Мои тоже гнутся. Сломать можно все. Но по моему опыту у меня еще не раз эти диски не погнулись. У них были, наверное, другие проблемы. Сейчас я вам покажу какой-нибудь дисочек. Вот здесь как раз у Кирилла стоят мои диски. Они все идеально как бы ровные. Ну, то есть их не погнуло. Но из-за того, что они не такие жесткие, как к темовски, бывает. Вот тут вот на втулках, на бите случается. То есть проминаются места какие-то. Ну, у Кирилла такого нет. Как можно улучшить сейчас сцепление, которое есть в КТМ? У меня эти масла почаще. И еще у меня появилась такая возможность сделать более мягкую пружину на сцеплении. И вашим пальчиком будет легче. Мною испытано. Ресурс у сцепления не теряется. Все так же работает. Но ощущения на рычаге становятся абсолютно другие. То есть рычаг мягче. И нету такой ступеньки, когда пружина переходит из состояния горизонта в состояние, так сказать, выжима. То есть такой вот есть момент. То есть он чувствуется на рычаге. Его сейчас нету после моих доработок. В Шерке изначально сцепление, которое стоит в стоке, такое же, как китайское? На китайском мотоцикле? Да, как на 177-м китайце. Вот сейчас? Такое же. Только дисков больше на один. Либо на два. Точно не знаю. На один, наверное. Серьезно? Или на два. Наверное, на два. Ответьте там, китайводы. Сейчас дядя Володя тебе не позвонит. Ну, оно действительно такое же. Володька тебе наберет сейчас. И диски те же самые. Фрикционно. Остальные чуть другие. Остальные чуть-чуть не подходят. Хорошо. На мотоцикле Риеху. Вот сцепление такое же? Да, один в один. Адлер. Той же самой фирмы. Одни и те же диски используются. Единственное отличие. Шлицы другие на первичном валу коробки передач. И все. Мы слышали, что ты будешь делать еще дополнительные какие-то машинки. Крепкие, фрезерованные. Вот нам, пожалуйста, про эту инсайдерскую информацию выдай. Давайте посмотрим вживую, как выглядит машинка Брэмбо у Кирилла на мотоцикле. Смотрите, вот здесь вот все сломано. Ну, временно демонтировано. Временно демонтировано. И моя задумка такая, что можно сделать длиннее хомут, его крепче сделать. И тогда у нас не будет вот таких вот проблем. Можно будет использовать именно вот эту вот часть, как крепление гард. То есть это я буду делать мощнее хомут. И крепеж вот здесь вот на машинке будет для гард. То есть вы же делаете полностью машинку, что ли, получается? Да, я сделаю машинку мощную на расходниках оригинальных Брэмбо, там, Брэктек, Либмагура. Ну, скорее всего, я просто сделаю 9,5 миллиметров и девятку, я так думаю. И все, у нас будут крепкие машинки. Будут не нужны вот эти вот штучки от S3, потому что будут сразу же мощные хомуты заложены. Единственное, надо будет подумать над тем, что есть люди, любители смещать машинку максимально вправо, там, обрезать шарики и так далее. Вот надо будет придумать, что с этими людьми делать. Существуют ли тюнинг и диски сцепления на мотоцикл КТМ? Про комплект есть диски OTOM китайского бренда. Продаются на Алиэкспрессе, стоят очень-очень дешево. Это мы говорили уже. На КТМ? На КТМ есть диски OTOM. Так, продолжаем говорить так. Да, они стоят там 3000 рублей, я летом покупал комплект. К сравнению, два диска КТМ столько стоят, а там целый комплект стоит 3000 рублей. Ты что, ходит? Ходит. Я проводил, я ездил сам на них, отличия по ощущениям я не увидел. Единственное, нужно сравнить ресурс. А ресурс, то есть нужно делать эксперимент, видимо, мне или кому-то еще, кто хочет это проверить. Ставить там 4 диска КТМовских, 4 диска OTOM и смотреть, кто из них быстрее изнашивается. То есть их поочередно поставить. Ну, ты купил сейчас этот комплект, и у тебя все прекрасно работает. Сколько уже часов? Я на дисках OTOM отъездил гонку Геленджика. Да, ну, первый гоночный день, место сцепления кончилось, но она кончилась у многих. То есть тут тяжело сравнить, потому что антифриз кончился, масло кончилось, сайлинг кончился, и там сгорело все. Сейчас бы доехало. До куда? Там, где был я. Там, где был я, ни одной шерки не было. А, была, была, в Ру Шамиль. Шамиль был там. Ты серьезно говоришь, что лучше купить OTOM, чем HINTS? Я не говорю, что лучше купить HINTSON, либо OTOM. Я просто говорю, что есть возможность покупать на KTM диски OTOM, и качество у них, в принципе, приемлемое. Я думаю, твердая четверочка точно не заслуживает. Пишите свои комментарии, спрашивайте любой вопрос, собственно, обещай, что будешь отвечать в комментариях. Ну, если кто меня знает, то что я очень люблю людям отвечать, никому не отказываю. И многие такие пишут мне, все, Серег, пока, пока, не пиши мне больше. Ну ладно, мы вас всех обнимаем, надеюсь, теперь вам более понятно, что такое сцепление, и как оно там, собственно, работает, и что это такое. Это был бы быстрый, импровизированный выпуск выходного дня. Вот так вот. Спасибо тебе, Серег.